Больше чипов хороших разных нужд. В России больше дадут меньше. Нам нужно больше, нам нужно больше. Количество переходит в качество. Искусственный интеллект встраивается во всё, что возможно его встроить. Ленинская библиотека сдавала экзамен по политологии. Интеллекта там немного, надо бояться гололёда, надо бояться кирпичей из крыш. Зачем пугаться, надо к этому как-то готовиться. OpenAI нужны новые чипы. Гигачат сдал экзамен на лечебное дело. Яндекс.Браузер с новыми возможностями искусственного интеллекта. И биометрия, и единая система биометрических данных. Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность» и я его ведущая Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Анна Монахова, эксперт по интеллектуальной собственности в склад «Глобу». Всем привет! Андрей Ерных, эксперт в области информационной безопасности, член правления РАЦИТ. Добрый день! И Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра домена ФРУ РФ. Здравствуйте! Наша первая новость. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман хочет перестроить мировую полупроводниковую индустрию и готов делать большие инвестиции, поскольку считает, что миру нужны большие инфраструктуры для искусственного интеллекта, мощности, энергии, центра обработки данных. При этом в понедельник рыночная стоимость NVIDIA произошла в стоимость других технологических титанов Amazon и Alphabet. Не пугает ли вас такая активная позиция OpenAI при отсутствии устоявшейся регулирования? Или это просто новость ради новости? Скорее всего, здесь бизнес ради бизнеса. Альтман и сотоварищи его просто стараются как можно быстрее, пока есть волна и хайп, заработать как можно больше денег, как можно больше получить внешних привлеченных инвестиций, как можно больше прокрутить их, окупить. Как результат этого будет действительно возможно и технологические прорывы, и какие-то новшества, а может быть и какие-то опасности возникнут новые, не страшно, технологии развиваются. Прогресс, как я всегда утверждаю в нашем подкасте, прогресс не остановить, но прогресс действительно движется вот такими людьми, которые умеют не только в технику, но и в деньги. Я поддержу, мне кажется, действительно, эта новость в достаточной степени позитивная. Больше чипов хороших, разных, нужных. Я надеюсь, они от этого будут только дешеветь. Ну и, в принципе, я думаю, что IT-индустрия найдет возможности для применения некоторых избыточных вычислительных мощностей, которые образуются сейчас сначала на волне криптоволне, потом вот это несколько падающее знамя крипты сейчас будет подхватываться искусственным интеллектом, АИ. Но в любом случае, я думаю, что это все будет в таком позитивном, в конструктивном русле, будет развивать цифровизацию удивительными темпами, и мы будем все ближе к прекрасным, цифровым будущим, надеюсь, более дешевым с точки зрения чипов. Эти новости обратила внимание, что есть некие оговорки, связанные с тем, что в своих переговорах, в том числе с правительством других стран, с Элятман, делали такую оговорку о том, что пока правительство США, да, там, оно информируется о его действиях, и в целом, пока правительство США дает зеленый свет, это будет работать. Но, как мы понимаем, есть какая-то связь между его работой и бизнесом, да, и тем, как государство будет смотреть на эти решения. Ну, между прочим, инвестиции, про которые говорит Эльтман, это 7 триллионов, это достаточно большие деньги, и меня немножко взволновала эта новость. Наверняка она, конечно, позитивная, она просто нам нужно больше, нам нужно больше, и должен быть везде. Ну, вряд ли эти деньги будут искачивать в каком-то одном кармане, это, скорее всего, совокупные такие инвестиции. Ну, и в принципе, видимо, что называется, есть ощущение рынка, того, что это динамичная тема, она сейчас у всех на слуху, и действительно говорят, что искусственный интеллект встраивается во все, что возможно его встроить. Поэтому, наверное, видеться в этом перспективе, видеться рынок. 7 триллионов – это гигантские деньги, конечно, но стандартный подход бизнеса, проси больше, дадут меньше. Ну, так, кто первым называет, сумма тут проигрывает. Придем к следующей новости. Неросеть «Гигачат» от Сбера успешно справилась с экзаменом высшего медицинского учреждения по направлению лечебное дело. Новость вызвала беспокойство у студентов-медиков, которые тратят по 6 лет на обучение, но, возможно, такая реакция вызвана отсутствием курсов, вузов по применению искусственного интеллекта как инструмента. Как вы думаете? Или это беспокойство вызвано чем-то другим? Ну, мне кажется, это новость приблизительно из того же разряда, что если следующий, допустим, опубликуется в Катленинской библиотеке, сдавая экзамен по политологии, но вот приблизительно такого же уровня. Понятно, что совокупность знаний искусственного интеллекта, и сюда загружены все учебники и материалы по медицине, воспроизвести обратно экзаменующему не составит особой проблемы. А вот применить эти знания, правильно их интерпретировать и применить к человеку, наверное, это за некоторым будущим искусственным интеллектом, но, по крайней мере, не настоящего момента. Тренировка нейросетей, любых, в том числе и медицинских, это дело положительное, потому что действительно нейросети – это инструмент, помогающий людям лучше делать свою работу. Поэтому, если действительно натренировать на всех медицинских знаний и опыте, возможно, который накоплен за многие века, какие-то нейросети, они будут действительно человеку, специалисту, врачу подсказывать что-то, помогать диагностировать, помогать выбирать способ лечения того или иного заболевания и т.д. и т.п. Ну, а если в прикладном смысле посмотреть, действительно, нейросеть может вызубрить весь курс и весь материал курса «Лечебное дело», издать любые контрольные тесты, экзамены, все что угодно. «Но пройти испытания интернатурой и ординатурой пока ему не в силах». Приглашаю пока поработать в виде роботов в живом теле в больнице и посмотреть, каково это. Это пока под силами только человеку. – В целом, он набрал 82% из 100, соответственно, у нас пока нет 100% из угрёжки даже. Но так, я согласна полностью с коллегами, что это помогает врачам, действующим в диагностике или в каких-то вариантах того, как можно провести лечение. – Возможно, я просто осталась под впечатлением от прошлой новости про сожжённое автономное такси и про лудитов. Мы так много обсуждали. Я надеюсь, что студенты-медики выше этого. – Студенты-медики бывают разные, они ни выше, ни ниже. Наверняка, кто-то из них будет против такого инструмента. Ничего страшного. Лудиты всегда помогали развитию технологий. – Мне кажется, это должно восприниматься просто как большой справочник, как большая помощь с точки зрения библиотечной доступа, одномоментного доступа к большому массиву данных. Но это ни коим образом пока, на мой взгляд, не несёт риски для самих медиков, вот именно как профессионалов, которые занимаются лечением. Перейдём к следующей нашей новости. Яндекс строил нейросети нового поколения в собственный браузер. Теперь в браузере доступны расширенные функции, таких как сокращение текста, перевод видео, его озвучка, пересказ и многое другое. Кажется, что искусственный интеллект всё больше интегрируется в наши рутинные задачи. Не вызывает ли это опасений? – Мне кажется, особых-то опасений, какие могут быть опасения? Ну, это, в принципе, нормальное эволюционное движение. Мы уже говорили, что искусственный интеллект, а чипов будет больше, они будут дешевле, будут встраиваться на всё, что возможно. Искусственный интеллект вылезет из бытовых устройств через некоторое время, заменит всё, что может заменить. Ну, в общем, зачем пугаться? Надо к этому как-то готовиться. Незаметно он втирается в доверие, этот искусственный интеллект. – Пока он помогает смотреть видео на других языках, это является большим плюсом. А то, что касается наличия интеллекта, это большой вопрос. – Ну, вот я соглашусь, что интеллекта там немного, это красивое слово, красивое название. А это обычная нейросеть, оперирующая определённым объёмом большого количества информации. Посмотрим, к чему это приведёт. Но с потребительской, с пользовательской точки зрения. Очень много интересных возможностей открывается перед простым пользователем. Действительно, начиная от нашумевшей возможности смотреть видео, либо в звуковом переводе, либо как минимум с субтитрами. Ну, заканчивая действительно умными подсказками, когда ты ищешь какую-то информацию, и тебе более релевантно твоему поиску возникают ответы на твои вопросы. Помощник, инструмент не более. Не соглашусь. Я всё же считаю, что со временем количество переходит в качество, и это определённое, скажем так, эволюционное движение. И, в принципе, от такой умной базы данных совокупность знаний ещё, может быть, не придёт к самосмыслению. Но всё-таки в таком визионерском виде мне кажется, что искусственный интеллект не стоит недооценивать. Иначе, скажем так, повзрослев, он может спросить людей, а почему вы так меня эксплуатировали на ранних этапах моего развития? Как бы ни пришлось потрукаяться. На самом деле, я очень рада, что мы в рамках подкаста проговариваем, что на данном этапе развития искусственного интеллекта все приложения — это инструменты, которые помогают, потому что после летней школы по управлению интернетом я поняла, что многие студенты уже всерьёз задумываются о сильном искусственном интеллекте и про восстание машин, очень часто говорят. И даже пугаются каких-то предложений. Поэтому я рада, что мы акцентируем на этом внимание на данный момент. Перейдём, наверное, к следующей новости. Минцифра разработала проект постановления правительства, предполагающий расширение случаев и упрощения использования самостоятельно размещенных гражданами в единой биометрической системе биометрических персональных данных, в том числе для удобства совершения операции с цифровым рублём в банках и так далее. Рассматривайте ли возможность широкого использования биометрии для доступа к различным системам? Чем больше способов авторизации и аутентификации у человека, тем человеку удобнее. В разных ситуациях можно воспользоваться ими по-разному. Единственное, что всегда нужно делать это с оглядкой и понимать, куда и как ты применяешь свои биометрические данные. Что касается инициатив Минцифры, в общем, министерство обязано работать в части выработки документов, регулирующих те или иные отрасли, те или иные события и те или иные истории, происходящие с человеками в государстве. Поэтому, слава богу, регуляторика работает, контора пишет, ура. Это всё же персональные данные, у нас только с ними сейчас проблемы даже не с биометрией. Да, в общем, взносятся все с этими персональными данными, как неизвестно кто с чем, да бог с ним, не страшно. Мы каждый день выходим на улицу и подвергаемся большему риску, чем утечке персональных данных. Поэтому надо бояться гололёда, надо бояться кирпичей из крыш и сосулек. Помимо того, чтобы разрабатывать какие-либо законодательные нормы, требуется ещё информирование граждан о каких-то мерах безопасности, но, вспомнив про гололёд, я подумала, действительно, наверное, этого бояться стоит больше. С тезисом про гололёд сложно соревноваться, потому что здесь, на самом деле, последствия, я бы сказал, на физическом уровне находятся, уровни безопасности. Но если мы говорим всё-таки о компьютерной безопасности, то риски биометрии, конечно, достаточно высокие, потому что, получив те же самые хаки, получив доступ к биометрическим данным, могут натворить довольно много биометрии. Пользователь не сможет поменять свои биометрические данные, поэтому я, конечно, за регулирование, за централизованное хранение и за ответственное хранение, чтобы они хранились раздельно и чтобы все средства, которые можно применить для их защиты, использовались государством. И, конечно, я против того, чтобы эти базы собирались инициативно, разрозненно в разных частях, потому что в таких ситуациях, конечно, охрана их начинает хромать и данные начинают текать, вытихать. Да, у нас буквально в прошлом дайджесте была новость про диплейки и о том, как сейчас используют мошенники различные вариации, в том числе и с биометрией. Это немножечко пугает. Наверное, единая система биометрических персональных данных способна разрешить многие вопросы, связанные с разрозненным хранением, как вы правильно упомянули. Большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом Телеграм. До новых выпусков! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!